Дмитрий Иванович Донской Дмитрий Иванович Донской – одна из самых светлых и оптимистических фигур русской истории. Действительно, это был человек, который сумел в тяжелейших условиях сделать огромный шаг вперед в деле объединения Руси. Борисов Николай Сергеевич – доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории России до начала XIX века Исторического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова. Он родился в 1350 году, прожил 38 лет, скончался 19 мая 1389 года. То есть относительно недолго. Но дело в том, что, во-первых, в то время вообще люди жили гораздо меньше, чем в наше время. А кроме того, эти годы были наполнены постоянной напряженной борьбой. Борьбой за объединение Руси, борьбой за успехи Москвы. Вся жизнь Дмитрия Донского – это, по сути дела, бесконечные военные походы. И вот таких походов, таких воин, я бы сказал, в его биографии можно насчитать четыре. Первая война – это война с Суздалем. Он должен был воевать с Суздалем, потому что суздальские князья в 1360 году, когда ему было всего 10 лет, суздальские князья решили отнять у московских князей пост, должность великого князя Владимирского. Дело в том, что московские князья в это время, собственно говоря, были дети. Всего было два мальчика. Дмитрий, которому было 9 лет, и его двоюродный брат Владимир Серпуховской, которому было там еще меньше. И вот, воспользовавшись этой ситуацией, суздальские князья поехали в Орду и стали доказывать хану, что нужно передать им ярлык на великое княжение, потому что в Москве одни дети, они не могут управлять. Ну, начинается борьба, московские бояре тоже едут в Орду, везут туда подарки. Орда начинает вести такую гибкую политику, то есть то одному ярлык передает, то другому, в зависимости от того, кто сколько приносит им подарков. И в конце концов, все должно было решаться здесь, на Руси. Орда махнула рукой и сказала, решайте сами, кто из вас сильнее, тот пусть и будет великим князем. И вот эта война между Москвой и суздальскими князьями продолжалась около шести лет, с 1360 по 1366 год. Эта война закончилась победой Москвы. Конечно, сам Дмитрий еще в это время был отрок, но бояре московские возили его с собой во все походы, чтобы поднять его как знамя, показать, что вот наш князь, он есть, да, он ребенок, но он взрослеет и так далее. Так что можно сказать, что московские бояре во главе с митрополитом Алексеем, выдающимся государственным, церковным деятелем того времени, сумели выиграть эту борьбу. Борьбу с Суздалем, борьбу за великое княжение Владимирское. Но прошло всего лишь год, и начинается вторая военная кампания, которую Дмитрий провел уже не как ребенок, но как полноценный полководец. Это была война с Литвой. Дело в том, что на наших западных границах постоянно усиливается, и все более и более такую наступательную политику ведет великое княжество Литовское. Там в это время очень сильный, энергичный правитель, великий князь Альгерт Литовский. И вот Альгерт организует три похода на Москву. Его целью было подчинить себе Москву, захватить русские земли и расширить свои владения на восток. Три похода. Первый поход. Литовцы дошли до самой Москвы в 1368 год. Москву спасла каменная крепость. Это вот огромное было, конечно, достижение, что Москва выстроила первой среди русских городов того времени, Москва выстроила каменную крепость. И вот теперь Альгерт подошел к стенам Москвы, но взять уже не мог, потому что каменная крепость была ему не по зубам. Еще две попытки он предпринимал, захватить Москву в 1370-1372 год, но все было напрасно. Москва удержалась, Литва прекращает эту войну, потому что становится ясно, что одолеть Москву Литва сейчас не может. Вот таким образом вторая война, в которой Дмитрий уже участвовал более активно, то есть он уже принимал участие в сражениях, она закончилась победой Москвы. Третья война, которую Дмитрий вел уже самостоятельно, это война с Тверью. В этой войне с Тверью Москва победила. Москва победила, и ярлык на Великое княжение получает Москва. Ну и, наконец, после этих трех побед Дмитрий Иванович чувствует, что он в силах на большее. Самая трудная, самая большая для него была война, это война с Ордой. Это была самая тяжелая, конечно, война для него и для всей Руси, потому что Орда была еще сильна. В Орде уже более ста лет находились тысячи русских пленных. Постоянные набеги, постоянные погромы. Страна просто изнемогала от этого ордынского ига. Все началось с вопроса о Дании. Дело в том, что русские земли платили в Орду дань, но в середине XIV века прошла волна эпидемии, чумы, и население сократилось. И наши князья стали требовать, чтобы ордынцы сократили размеры выплаты Дании, потому что у нас некому платить, у нас народ весь вымер. А в Орде в это время правил темник по имени Мамай. Мамай сказал, что он никаких поблажек Руси давать не будет, что Русь должна платить по полной мере. Ну и так вот начинается размолвка. Как говорит летопись наша под 1374 годом, «Бысть князю Дмитрию Ивановичу размерия с Ордой из Татары». Ну и вот это привело к тому, что начались вооруженные столкновения. Москва заключает союз с Нижним Новгородом. Ордынцы ищут возможности разрушить этот союз. В 1377 году произошла битва на пьяне, так называемая. Это битва между войсками Мамая и московскими и нижегородскими отрядами. Битва на пьяне была проиграна. Первое сражение для нас это прошло неудачно, в 1777 год. Потом на следующий год, в 1378 году, еще одна битва. Битва на реке Вожи между Коломной и Рязанью. Битва на реке Вожи была выиграна. Причем там командовал войсками сам Дмитрий Иванович. Сам Дмитрий Иванович и это воодушевляло, конечно, воинов, которые всегда хотят видеть своего предводителя впереди. Но ясно, что все должно было решиться в третьем сражении. Одно сражение Москва проиграла, одно сражение выиграла. Третье сражение это 1380 год. Обе стороны готовились к этому. Вербовали союзников, нанимали наемников, собирали разведывательные материалы. То есть понимали, что здесь будет решаться очень многое. И вот лето 1380 года Дмитрий Иванович получает от своей разведки сообщение о том, что Мамай выводит войска для похода на Русь. Мамай отдал приказ поднимать войска, поднимать тумены и направляться в сторону русской границы. И вот здесь возникает драматическая ситуация, когда все говорили, русские князья, что да, нужно бороться с татарами, что сколько можно терпеть это ненавистное иго, что надо всем вместе выступить. Все говорили правильно. Но когда узнали, что идет Мамай, Дмитрий разослал своих гонцов по всем княжествам. Присылайте войска. Никто не прислал. Никто не прислал, потому что у каждого было такое эгоистическое желание отсидеться. Может быть, пусть другие воюют, а мы переждем, а потом, когда видно будет, чем дело кончится, тогда мы иначе вступим. Нижегородский князь, тесть, не пришел его, Дмитрий Константинович. Рязанский князь не участвовал в сражении на русской стороне, говорят, даже на стороне татар побывал. Короче говоря, Дмитрий увидел, что его почти все предали. И он может рассчитывать только на свое московское войско. На свое московское войско, которое по численности, конечно, было гораздо слабее, чем то огромное войско, которое вел на Русь Мамай. И вот в этой ситуации Дмитрий нашел единственно правильный выход. Единственный шаг, который нужно было предпринять в этой ситуации, это был сбор ополчения, то есть простых горожан, крестьян, которые никогда на войну обычно не ходили, воевали профессионалы, дружинники. И чтобы их поднять, нужно было, чтобы кто-то, уважаемый церковный деятель, человек, которому верили, которому доверяли народе, чтобы кто-то эту войну объявил священной. Что это не просто авантюра князя Дмитрия, который решил с Мамаем выяснить отношения, а что это святое дело, что Мамай идет уничтожить нашу веру. И тот, кто в этой войне погибнет, тот будет мучеником, тот будет святым. И вот нужно было, чтобы, я повторяю, какой-то уважаемый церковный деятель, известный всем, чтобы кто-то сказал, что да, это священная война, да, нужно идти. Ну, на Руси был только один человек, которому народ, безусловно, верил, которого слово прозвучать могло здесь очень авторитетно. Это был преподобный Сергий Раднишский. И вот преподобный Сергий, он живой человек был, он тоже политик, у него были отношения свои с князьями, с кем-то хорошие, с кем-то плохими. С Дмитрием Донским у него были натянутые отношения, потому что очень грубо вел себя Дмитрий по отношению к церкви. Арестовывал епископов, пытался митрополита провести, там, проходимца какого-то. И, во всяком случае, преподобный Сергий был не вполне, так сказать, доволен поведением Дмитрия по отношению к церкви. И поэтому Дмитрий не знал, даст ли он ему благословение или откажет. Могло быть и то, и другое. И вот 16 августа 1380 года с небольшой свитой Дмитрий отправился в Троицкий монастырь на Маковице, где находился в это время в своем монастыре преподобный Сергий Раднишский. Сергий тепло его принял. Сергий убедил его остаться на следующий, до следующий день. И на следующий день, когда Дмитрий уже собирался уезжать, и нужно было, в конце концов, так сказать, определиться, преподобный Сергий сказал, что я даю тебе свое благословение, и ты увидишь его. И тут подошли два монаха, Пересвет и Аслябе, которые по благословению преподобного Сергия отправились на Куликовскую битву вместе с Дмитрием Донским. Это был очень правильный шаг со стороны преподобного, потому что, если бы он просто написал какую-то грамоту, ну, каждому грамоту не покажешь, ничего не докажешь. А эти два человека, они были известны. Все знали, что да, это монахи Троицкого монастыря. И все знали, что монах может покинуть монастырь только по благословению игумена. Значит, если эти два монаха едут рядом с Дмитрием, а он все время рядом с собой их возил, чтобы все видели наглядно, то, значит, их благословил преподобный Сергий. Значит, это священная война. Князь Дмитрий, он вообще во всей этой истории удивительно точно реагировал на вызовы. Как полководец, как человек, который организовывал всю эту борьбу, он не совершил ни одной ошибки. Вот когда мы проходим весь этот путь вместе с ним, то, что он выступил навстречу Мамаю в степь, не стал дожидаться его, то, что он перешел через Дон, то, что он поставил засадный полк, то, что, в конце концов, он сам впереди поехал, когда битва начиналась, проехал перед своими войсками, показал, что он с ними, что он их не бросил. То есть блестящая совершенно была здесь вот работа его как полководца, как организатора. Ну и сама битва была выиграна с тяжелейшими потерями и был выигран, собственно говоря, огромный шаг вперед в деле освобождения страны. И в этом отношении Василий Васильевич Ключевский очень точно выразил эту ситуацию, когда сказал, что московское государство родилось на просторах Куликова поля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова